МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Порядка 500 семей обманутых дольщиков региона получат долгожданное жилье до конца года. Об этом стало известно на расширенном заседании правительства Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров подвел итоги работы за два года и обозначил направление развития области до 2030 года. Лариса Шалафаст продолжит тему. Достроить многоэтажку на Садовой должны были еще в 2012 году. Застройщик обанкротился на начальном этапе строительства. Дом включили в перечень проблемных объектов. Региональный Минстрой провел конкурс. Для завершения стройки нашли новую компанию, которой пришлось возводить здание с нуля. В настоящее время ведутся работы отделочные по электрике, по монтажу вентиляции, по окраске места общего пользования. Всего в доме 176 квартир. Более 80 из них для обманутых дольщиков. Квартиры люди получат уже в этом году. На сегодняшний день 84 дольщиков удовлетворены либо предоставлением жилья в этом доме, либо предоставлением компенсаций. Решить проблему обманутых дольщиков в кратчайшие сроки такую задачу поставил президент страны. В Самарской области старт системной работе по решению этой проблемы дан в ноябре 2017-го. На совещании по проблемным объектам долевого строительства, где присутствовали инициативные группы обманутых дольщиков, губернатор Дмитрий Азаров обозначил направление работы, которое началось на новом уровне, с персональной ответственностью руководителей в муниципалитетах, департаментах, министерствах. Глава региона поставил задачу – проработать и утвердить по каждому из объектов индивидуальное решение. Это позволило сдвинуть дело с мертвой точки. В 2018 году из реестра проблемных исключили 4 объекта. В этом году еще 3. От статуса «обманутый дольщик» избавились тысячи человек. На расширенном заседании правительства, где была представлена обновленная стратегия развития региона до 2030 года, губернатор особенно подчеркнул – вопрос дольщиков намеренно решить окончательно. В этом году в регионе серьезно расширен перечень механизмов для оказания мер господдержки. Хочу сообщить, что до 1 октября в регионе будет создан фонд защиты участников долевого строительства. Мы обязательно это сделаем, работу мы здесь завершаем. Планируется, что новый фонд будет финансировать завершение строительства самых проблемных долгостроев региона. Сейчас заявлено 12 объектов. Будут приезжать специалисты оценивать завершение строительства, имеется в виду специалисты федерального фонда, к нам. Делаем совместную оценку завершения строительства проблемного объекта. И дальше, пока цифра идет 70 на 30, 70 – федеральный фонд, 30% наших. Мы таким образом будем достраивать объект. До конца 2019 года планируется решить вопрос еще пяти долгостроев. Долгожданные квартиры получат порядка 500 семей. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Новые спорткомплексы и вторая жизнь для домов культуры. Компанию «Лукойл» и «Самарский регион» связывают многолетние партнерские отношения. Нефтяники поддерживают самые разные областные социальные проекты. Президент компании и руководство региона подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Что должно появиться в Самарской области в ближайшее время благодаря партнерству, узнала Мария Левина. Руководство компании прибыло в Самару на подведение итогов конкурса социальных проектов, которые организуют нефтяники. В этом году он собрал свыше 2000 заявок, восьмая часть из них – победители. Свои решения актуальных социальных проблем представляют жители области. Лучшие проекты будут профинансированы промышленной компанией. Регион лучше понимает, какие социальные проекты необходимы, в какой точке их территории. Поэтому и вписываясь в эту программу, через эти соглашения, мы соучаствуем именно в тех социальных проектах, которые важны для населения региона. Компания «Нефтяной магнат» уже много лет плотно сотрудничает с Самарской областью. Регион богат на месторождение. В 2020 году объем добычи нефти с учетом имеющихся запасов составит около 2 миллионов. При этом компания готова приобретать новые участки, даже если месторождения на них еще не открыты, с учетом перспективы. Компания, которая никогда еще не нарушила ни одно свое обязательство и замечательно выполняет производственные показатели, оказывает огромное содействие в решении социальных вопросов. С поддержкой нефтяников в регионе появились несколько спорткомплексов, отремонтировали дома культуры. Сотни мальчишек получили в подарок уличные футбольные, баскетбольные и ворк-аут площадки. Сегодня президент компании и руководство региона обговорили новые направления в сотрудничестве. В приоритете – комплексное развитие сельскохозяйственных территорий. В этом партнерстве нефтяная компания выступит в качестве инвестора в тех районах области, где она ведет нефтедобычу. Соглашение покажет инвестиционную привлекательность региона и позволит получить федеральную поддержку. Мария Левина, Николай Пифанов, События. Самарские таможенники задержали самую крупную партию холодного оружия за последние годы. Опасный груз обнаружили во время досмотра фуры в районе Большой Черниговки. В машине, которая следовала из Казахстана в Москву, нашли около двух тысяч ножей. Подробнее Елена Малютина. Олень, аллигатор, пантера, акула. По этой маркировке сотрудники таможни различают холодное оружие. В заводской упаковке и ножнах – опасный груз. Его водитель фуры перевозил по документам, как кухонные ножи. Во время досмотра обнаружили партию в 17 тысяч экземпляров. Согласно накладной, в машине также находились товары народного потребления. Товары находились в голове, скажем так, грузового отсека. И были со всех сторон заложены детской обувью, тапочки домашние. В ходе проверки пока выявлено, вернее, отнесено к холодному оружию порядка, как я и сказал, 1676 единиц. Проверка еще проводится. После товар конфискуют, а материалы дела об административном правонарушении передадут в правоохранительные органы. Елена Малютина, Максим Гусев, События. В Самаре готовится к параду памяти, который пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. В этом году основная тема – солдатская слава. На заседании оргкомитета прозвучало предложение посвятить парад советскому танкисту, участнику Великой Отечественной войны, герою Советского Союза, почетному гражданину Самарской области Владимиру Ивановичу Чудайкину. Торжественное событие пройдет и на набережной. Там казаки продемонстрируют джигитовку на лошадях, военно-историческую реконструкцию из Сталинград-42. А также жители увидят тематические выставки, к примеру, «Медицина в годы войны». Кроме того, в школах города проведут единый урок мужества и прямую трансляцию. С весны этого года в Самаре 11 председатели многоквартирных домов отказались от услуг управляющих компаний и начали обслуживать свое жилье самостоятельно. Председатели были недовольны качеством услуг, которые предоставляли эти компании. Члены комиссии, которая лицензирует такую деятельность, говорят, старшие по дому находятся в шаговой доступности и с ними проще решать сложные вопросы. В целом, по словам членов комиссии, с рынка коммунальных услуг из-за высокой конкуренции продолжают уходить недобросовестные участники. А узнать, как оценивает работу вашей управляющей компанией региональная жилищная инспекция, можно на сайте госслужбы. Там представлен рейтинг организаций. Конкуренция очень большая. И, безусловно, те компании недобросовестные, которые на рынке работают, они будут уходить. К нам приходят председатели Совета ФМКД в качестве кандидатов на получение лицензии. Они исчерпали коммуникативные ресурсы в диалоге с управляющей компанией. Сказали, мы решили, что, наверное, лучше нас, наши дома содержать никто не будет. Показать Самару во всей красе. Представители ресторанного и гостиничного бизнеса обсудили на деловой встрече с администрацией города, как должен выглядеть город-курорт. Новая подача экскурсий, привлечение китайских туристов и свежий образ города на мировом рынке. Подробности о туристических идеях знает Валерия Куценко. Сделать Самару интересно не только для ее жителей, но и для всего мира. Такие амбициозные цели ставят перед собой участники встречи, рестораторы, владельцы отелей и представители туристического бизнеса. Чемпионат мира по футболу показал, Самара может принимать иностранных гостей на достойном уровне. Главная цель этой встречи – привлечь туристов, деловых и просто туристов, для отдыха в Самарскую область. У нас прошел великолепный чемпионат. Появилось много отелей, ресторанов, возможностей для отдыха. У нас великолепные природные здесь условия. У нас прекрасная культура, высокая культура в Самаре. И поэтому не использовать это для развития туризма, ну просто неправильно. После чемпионата мира по футболу, конечно, мы хотим, чтобы город развивался, чтобы толпы туристов продолжали ходить по городскому округу Самары, посещали на театры, музеи. Ну и, конечно, бизнес было бы вести в Самаре комфортно и удобно. На матче Мундиале в Россию приехали более трех миллионов иностранцев. При этом четверть миллиона выбрали Самару. Понятно, что сейчас поток туристов снизился. Но все же есть страны, где интерес к России достаточно велик. Например, Китай. Самарские туроператоры говорят, что в старом городе нередко можно встретить гостей из Поднебесной. И здесь один из главных вопросов, который предстоит решить, это транспортная доступность, чтобы выражение «когда Китай далеко» превратилось в устаревший афоризм. Решать эту проблему планируют, опираясь на опыт соседей. В китайском потоке мы можем говорить только при наличии какой-то транспортной доступности. Если мы сегодня не видим этого пока, как это сделать в Самару, то, наверное, объединяясь с другими регионами, где эти потоки уже есть, где существует так называемый красный туризм, это, конечно, Ульяновск, это Казань. Осенью Самара вновь станет местом притяжения иностранцев. В городе пройдут дни мексиканской культуры. Самарцы смогут продегустировать национальные блюда, увидеть футбольные матчи и мексиканское кино. Гости планируют привезти репродукции художницы Фриды Кала, экспозицию национальных костюмов и выставку документальных фотографий. Представители туристического бизнеса надеются, что таких праздников и гостей будет в разы больше. Валерия Куценко, Григорий Плешаков. События. В Самаре отметили 80-летие Октябрьского района. На праздник пришли активные жители, руководители и заслуженные ветераны крупнейших предприятий. К поздравлениям присоединилась и глава города Елена Лапушкина. Слово мэрии Елчан. В Октябрьском районе Самары Ильдар Давлетшин живет уже 15 лет и принимает активное участие в жизни города. В мае он обнаружил злоумышленников, которые сливали мазутное топливо в Волгу. Благодаря его активной гражданской позиции, экологической катастрофы удалось избежать. Злоумышленников вычислили и привлекли к ответственности. Самое главное, что мы живем в этом районе. Дети наши, волки, купаются. Хотелось бы, чтобы было чисто, приятно. Всем дам. Октябрьский район находится в самом центре Самары. Здесь проживают более 120 тысяч человек. В районе 72 учебных заведения, 52 учреждения здравоохранения, 14 учреждений культуры, библиотеки областного и районного масштаба, музеи, детские и музыкальные школы. Я уверен, у нас очень большие перспективы, которые в ближайшие годы мы будем реализовывать. С 80-летием Октябрьского района Самары поздравила и глава города Елена Лапушкина. На территории Октябрьского района располагается много знаковых объектов, которые стали близки всем горожанам, которые стали визитной карточкой города. Я желаю всему Октябрьскому району развития, процветания, а жителям доброго здоровья и благополучия. Сегодня Октябрьский район Самары активно преображается. Асфальтируют дороги, обновляют дворы и фасады домов. Здесь расположились любимые всеми самарцами парки и скверы. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, в этом году в районе преобразили один из знаковых зеленых уголков Самары – сквер Фадеева. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре изъято из продажи санкционный сыр. Незаконную продукцию сотрудники транспортной прокуратуры и Россельхознадзора нашли на губернском рынке. В итоге было изъято 39 килограммов сыра производства Франции, Голландии, Германии, Италии, Финляндии. Он запрещен к возу на территорию Российской Федерации. В Тольятинские больницы, социальный приют и станцию переливания крови поставили некачественные продукты. Это обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора. В молоке они нашли растительное масло, что считается грубым нарушением, а сам продукт признан фальсификатом. В надзорном ведомстве заявили, что будут предприняты меры реагирования. Главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова наделили дополнительными полномочиями. Он сможет подписывать документы на уровне регионального Минстроя. Соответствующее постановление опубликовало областное правительство. Согласно документу, теперь Баранников сможет заключать организационные разрешения на уровне Минстроя с компаниями, владельцы которых находятся в родстве или свойстве с министром строительства Евгением Чудаевым. Это сделано для исключения коррупционных факторов, сообщает Самарская газета. Быть хорошим отцом почетно. В Самаре выбрали и наградили лучших пап города. Они посадили аллею семейного единения в парке Воронежские озера. Как определяли самых достойных, узнал наш корреспондент. Дружная семья Вячеслава Хантеева, как и всегда, вместе. В этот раз на открытии аллеи в парке Воронежские озера. В семье шесть детей, сыночек и пятеро дочек. Вячеслав говорит, хоть и трудно, но он старается всем уделить внимание. Например, сына Глеба возят на занятия по греко-римской борьбе и учат его ремонтировать мебель. Побольше внимания уделять ребенку, побольше делать совместных интересных вещей. Мы с ним много чего делаем. Собирать пистолетик, гранату и самолетик. Еще мы скоро сделаем корабль. Аллею семейного единения депутаты и жители города посадили благодаря проекту «Отцовское древо». Это уже вторая ее очередь. Организаторы говорят, аллея – символ взаимной заботы, крепких и дружных отношений в семье. Здесь же прошли мастер-классы и творческие мастерские для детей. Эта акция – один из итогов первого Всероссийского конгресса «Отцы и дети», который прошел в Самаре. На нем же и выбрали лучших отцов города. Одним из критериев выбора стали успехи детей в спорте или учебе. Акцию организовал комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа. Главное, чтобы отцы научились качественно проводить время, то маленькое время, которое они могут уделить своей семье. Потому что мужской пример отца, он очень важен для формирования человека. «Отцовское движение», как наш совет отцов, в том числе сегодняшнее мероприятие, позволяет задать такой темп, настроение, образец и пример для других, на что ориентироваться. Это уже вторая очередь аллеи в парке «Воронежские озера». Третью посадят в мае, во время другой общественной акции. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. Он один из тех, благодаря кому Самару называют космической столицей России. На площади Славы открыли выставку, посвященную столетию легендарного конструктора ракетно-космической отрасли Дмитрию Ильичу Козлову. С места событий Никита Борисов. Вклад Дмитрия Ильича Козлова в ракетостроение сложно переоценить. Под его руководством была создана ракета «Носитель Союз», которая и по сей день доставляет на орбиту пилотируемые космические корабли. Вместе с Дмитрием Козловым мы производили запуски ракеты космонавтов, вспоминает Михаил Шум. Он работал с легендарным инженером на протяжении 50 лет. По его словам, Дмитрий Козлов был волевым и требовательным человеком, но в то же время очень внимательным и заботливым. Он делал все для того, чтобы у работников предприятия было жилье и хорошие бытовые условия. Михаил не скрывает, что выставка его очень впечатлила. Сюда нужно приводить молодежь, чтобы они видели и учили историю нашего города и людей, которые создавали эту технику, обеспечивали нашу защиту страны. Сегодня здесь собрались друзья и соратники Дмитрия Козлова. На выставке можно увидеть почти весь путь легендарного конструктора. От студента, записавшегося добровольцем в народное ополчение, до почетного генерального конструктора ЦСКБ «Прогресс». Под руководством Дмитрия Козлова были созданы такие ракеты-носители, как «Восток», «Молния» и «Союз». За все время его работы в ЦСКБ «Прогресс» было разработано, изготовлено и запущено свыше тысячи ракет-носителей типа Р-7 и космических аппаратов различного назначения. Также он является автором более ста научных трудов и изобретений, посвященных теоретическим и экспериментальным исследованиям построения и проектирования сложных автоматических космических комплексов. Эта выставка, ну на мой взгляд, и на взгляд, я думаю, наших ветеранов, ну доходчиво объясняет, что да, все-таки Самара, она по праву называется «Самара космическая». Дмитрий Козлов – человек, который доказал, что звезды гораздо ближе, чем кажутся. Открытие памятника в честь столетия великого инженера состоится 1 октября рядом с музеем «Самара космическая». Никита Борисов, Григорий Плешаков. События. Умывальников начальник и мочалок командир. В Самарском театре «Кукол» поставили спектакль по сказке «Мой да дыр». Постановка максимально близка к тексту, но полностью созвучна времени. Под радостный и детский смех спектакль посмотрел и наш корреспондент. «Мой да дыра» новый спектакль Самарского театра «Кукол» ставили особо тщательно. Артисты и режиссер говорят, сказка Чуковского – это и их светлое воспоминание о детстве, беззаботном и хулиганистом. Ну а постановка – хороший повод немного пошалить и, конечно же, порадовать детей. Советов много не буду давать, ведь я же не умытый. Вот приходите на наш спектакль, когда умоюсь, тогда и дам хороший совет. Спектакль поставили максимально близко к тексту. Его действия режиссер перенес в бурные 20-е годы прошлого века, когда и была написана сказка. Сцены разворачиваются на белоснежной эстраде, оформленной в эстетике тех лет. Декорации и кукол создал художник из питерского малого театра «Кукол». Музыка, джазовые вставки и интерпретации популярных мотивов тех лет. Единственное изменение – авторская трактовка главного персонажа. «Мой да дыр огромен и страшен. Он занимает всю сцену». Детворе спектакль пришелся по душе. Ребята смеялись и громко обсуждали происходящее. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События. Женские футболы решили реанимировать в Самаре. Футбольный клуб «Мега» проводит мастер-классы в разных районах города. Стартовал с советского. Как прошел набор девочек в команду, увидел Сергей Кизоркин. 11-летний центральный защитник Алиса Юсупова из бальных танцев пришла в футбол. Убеждена – это игра не только для мужчин. Девушки тоже отлично умеют бегать, пасоваться и забивать мяч в ворота. Алиса в футболе уже три года. Начинала в школьной команде и мечтает о сборной России. Футбол – это же команда игра. Я капитан команды и, конечно, могла бы так и делать, единалить и просто проходить всех. Но я стараюсь давать пас. Но если проигрываем, то я стараюсь как-то пройти больше сама, а потом уже возле чужих ворот давать пас кому-то. В Самаре решили развивать женский футбол. В клубе «Мега» занимаются под началом профессионального тренера Нарзии Нуркеевой 45 девочек от 6 до 14 лет. Примерно столько же пришло новичков и на мастер-класс в парк «Дружба». Мы рассказываем всем девчонкам, что можно заниматься футболом, это доступно и интересно. Все девчонки спортивные сразу втянулись в задания, в упражнения, которые с ними тренеры начали выполнять. Поэтому, думаю, им все понравилось. И тем более дальше уже подключили как бы мяч, они начали играть в футбол. Думаю, еще больше им все это понравится и они продолжат, какая-то часть из них заниматься футболом. Чтобы показать, что такой вид спорта есть, он востребован в последнее время. Мы с вами знаем, что в Самаре живет она футболом. Поэтому не только мальчишки, но и девчонки приобщаются к данному виду спорта. И мы заинтересованы, чтобы в Советском районе появлялось больше женских команд для того, чтобы мы принимали участие. Именно вот с этой целью мы и приняли активное участие в данном мастер-классе. Женский футбольный клуб «Мега» планирует прокатиться по всем районам Самары с мастер-классами и показательными тренировками. Часть пройдет осенью, остальные весной уже в следующем году. А летом планируется провести первый городской турнир среди подростковых женских команд. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. В Самару приехала новоторжская ярмарка. Купить изделия по своему вкусу и достатку сможет каждая женщина. Слово Мэри Елчан. Шубы из мутона, овчины, премиум, нутрии, лисицы, каракуля и норки. В этом году на новоторжской ярмарке представлены новые модели, цвета и фасоны. Милые дамы, сейчас на новоторжской ярмарке можно купить красивую, качественную норковую шубу фабричного производства до 98 тысяч рублей. Хотите новинки меховой моды? Покупайте новоторжскую норку и норку премиум. Особого внимания заслуживают шубы из каракуля. В этом сезоне он в моде. Это символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. Для вас новая коллекция норковых шуб. Здесь каждая женщина сможет купить шубу по своему вкусу, фигуре и достатку. На этой ярмарке первый раз. Все хорошо, спокойно, внимательные очень консультанты. Все изделия соответствуют ГОСТам. Гарантия дается до двух лет. Любую шубу можно купить в кредит или рассрочку. Новоторжская ярмарка будет в экспо Волги по 22 сентября включительно. Мэри Елчан, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!